Не за партами, а в просторном актовом зале, но с тональностью, как для учеников. Предмет – капремонт. В шестой школе работы стартуют в грядущем январе. В планах ремонт ещё девяти образовательных учреждений. Все они попали в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». Родителям рассказали, почему средства выделяются именно сейчас, обозначили сроки работ. Объяснили, что благодаря родительским штабам мамы и папы смогут участвовать в процессе. И в вашей школе он обязательно будет создан. И вы будете контролировать сам процесс, как идёт капитальный ремонт, как выполняются сроки этого капитального ремонта. Возможно, будете обсуждать какие-то дизайнерские решения. Кроме того, вы вместе с педагогами своими можете проанализировать то оборудование, которое у вас есть, и купить именно то, что необходимо вашей школе на эти 6,5 миллионов. Но это перспектива. Пока же родители волнуют более насущные вопросы. Куда отправят детей, в какие смены им предстоит учиться, будет ли дистанционка, как организуют питание. Меня волнует вопрос учителей. Будет ли им выделены отдельные кабинеты, куда дети могут подойти в любой момент, получить консультацию, допустим, по уроку математика, русский и другие дисциплины. Родители выпускников интересуют, где их дети получат аттестаты, и как одиннадцатиклассникам готовятся к экзаменам. На этих ребят у нас упор. Мы уже проговорили и с принимающими школами, чтобы создать им условия. Они будут обучаться в первую смену, они будут закреплены за определенными кабинетами для того, чтобы подготовка к единому государственному экзамену и к ОГЭ прошли успешно. Разговор получился конструктивным, отметили участники. Здесь не было вопросов, хотим-не хотим. Здесь были предложения, с которыми нам нужно поработать, потому что действительно мы подумали и просчитали, куда пойдут дети. Мы успокоили родителей, что дистанционного образования не будет. Мы определили те позиции, по которым мы будем в дальнейшем работать. Участники договорились встретиться через две недели. Такие родительские собрания пройдут во всех школах, где планируется ремонт. Будут следить за ситуацией Кира Мартынова и Александр Колодко. Ставропольское телевидение.